всем привет мои дорогие зрители подписчики все 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 кто со мной всем большой большой привет я начинаю свой мукбанг в общем с пылу жару по дороге вот у меня сосиски я их сделала в микроволновке вот повимую мою любимое зелень вот салатик сделала татьяна борисова понравился мне ваш салатик все том же составе руккола черри потом дижонка моцарелла вот вместо авокадо я добавила оливки оливки это лимонсейный в общем нормально не стала сахар добавлять как вы говорили потому что и так у нас мы много сладкое кушаем думаю пусть здесь будет без сахара прелесть прямо дижонка какой оригинальность придает но правда маслом еще поняла и черри я порезала пополам потому что вчера были магазине я не могла вот такие мелкие черри купить в тот раз их не было заезжали специально в лидл поэтому купила покрупнее пополам их разрезала и вот мои любимые вкусные сосиски только что поел вот еще такая консерва знаете я короче ошиблась в прошлый раз мы покупали такую и такую я подумала что килька именно вот эта потому что она красная килька в томате оказалось это наоборот в масле а килька была вот в этом в общем я пожалела что не но она тоже вкусная я ее все равно поем но все-таки я рассчитывала что куплю это самая она на великах 12 часов выехали представляете только приехали что-то я так устала в принципе у меня мукбанджи всегда четверг а я просто захотела отдохнуть завтра там кое-какие свои дела надо поделать поэтому думаю думаю зато еду по дороге думаю хватит у меня сил мукбанджи сделать или нет хватило готовить ничего специально сосиски купили сосиски купили консервы купили салат быстро сделала в принципе у меня все было просто надо было эти маслины купить оливки или маслины вроде бы оливки да маслины черные называют маслины смотрите как вкусно а еще рукколу купили Ммм, вкусно, прямо дежонка дает такую оригинальный вкус. Ммм, вкусно. Вот сегодня у нас было без дождя, первый день. Хотя без дождя должно быть седьмого числа. Девятое, только сегодня первый день без дождя. Ну, все равно холодно. Мне пришлось, ну, брюки спортивные одеть, ну, штаны спортивные, такие, ну, теплые, ну, не совсем теплые, но такие. Ммм, что-то, бурточку надевать, не ветровку. Не, может быть, ветровке нормально было бы нормально. Я просто специально, ну, вот уже когда лето стало, ну, жарко, ну, тепло, я надевала тоненькую, у меня есть тоненькая совсем ветровка, она такая. Когда тепло, у нее хорошо, от ветра она защищает. А здесь прям пришлось такую курточку надеть. Как куда приедешь, ну, доедешь, например, до какого-то магазина, с велосипеда слезаешь, так жарко становится. Все от себя, все на велосипеде оставляешь, и куртки, и каски, и это. Вот так мы ездим. Ну, если ездили, нам надо было вопросы решить. Ммм, с интернетом. Дальше представляете. Вот, не запачкало. Вчера открываю сообщение на телефоне. И мне сообщение. Вам надо, там, до 24 июля оплатить. Оплатить 37,7 евро. Я такая думаю. Ёбка вы мне. Думаю, как? Мы одно время хотели с одного оператора уйти и к другому перейти. Представляете. Пошли к этому новому оператору. Ну, вот. Я-то не знаю, а он же у меня нигде не фурычит. А он нам, говорит, ой, запросто, говорит. И номер тот же останется. Я говорю, что там ничего не будет, там плачете ничего. Не-не, все нормально, говорит. Просто новую симку вставите и все. И сразу зачет пойдет нашему оператору. Ну, я думаю, короче, мы хотели вот домашний Wi-Fi так сделать и мой телефон. Там домашний Wi-Fi мне сказали, надо это со своим договориться с оператором там. Ну, типа, как там сняться, а потом, ну, сюда встать. И симку дал на модем, ну, новый интернет. И мне также симку дал на телефон. А пошли узнавать нам никому нельзя. А вообще тот интернет еще до июля 25-го года, ой, до декабря даже 25-го года. Пожалуйста, говорит, переходите на все вот эти деньги. Придется уплатить. Выставляешь по договору? И на два года, главное, договор. Еще 24-й год, а оно до конца 25-го года. Вы знаете, сами эти договора делают. И, главное, сразу на два года мы ничего не знаем. Ой, я не знаю. Вот благо тем, кто живет в Инданде, да, у кого вот мужья все соображают. У них, наверное, все без проблем. Но у нас это вообще труба. Он в этом вообще ничего не понимает. Вот у меня прошла такая же история. У меня тоже. Ну, до декабря 24-го года мой интернет. Ну, мы пошли туда. Снялись с учета. Ну, в смысле, как сказали, что все, не можем там, штрафные санкции сильно, ну, типа большие. Ладно, ладно. А пока как-то интернета, когда не было, ихнюю симку вставлял в этот модель, в этот самый Wi-Fi. Но почему-то он все равно это самое показывало, что старый, не показывало вот именно ихнюю это, как бы, ну, название этого. Как бы в старом были в ДНА, так оно там и показывало, не перешло на него. Потому что, видимо, этот оператор не снял. А, типа, что он вставлял симку? Ну, я ругалась, говорю, не вставляй. Пока, говорю, здесь не закройся, не вставляй. А вот он же вот такой, вот не слушается вообще. Вставил, а потом где-то наутро убрал. Потому что как не было интернета, так и нет. Плохо. Он взял, утром быстренько убрал и поехал к брату. Ну, поэтому потом как наговорили, что так и так. И он, короче, сказал, что на старом останется. Потом мы туда сходили, все расторгли. Ну, и тут такой счет на 37-70. Ну, вы знаете, вчера как прочитала, я спать не могла. У меня вот все-таки уже все, нервы не в порядке. Вы знаете, за эти годы сколько раз я в таких ситуациях оказывалась. Столько нам пришлось денег лишних повыплачивать. Вот такое ощущение, да? Как будто вот пользуются моментом, что вот он ничего не понимает, да? А я что, иностранка, да? Тоже дуб дубом. Я же язык не знаю, это все. Все равно, что нигде ни в чем не понимаешь. Ничего нормального все не разъясняют. Договора сами продлевают. Это когда коснешься уйти, да, нифига не уйдешь тогда просто. Я ночью спать не могла. Я думаю, господи, как мне это все надоело, а? Ну, столько можно. Как? Можно так вот, не знаю. Вот они для таких людей, вот если бы вот, например, он даже один жил, да, они бы вот так бы это без конца бронят. Потому что, когда я приехала, он платил за какой-то там телефон, за какой-то интернет, да? А там этим телефоном он вообще уже почти полгода не пользовался. А все платил. Приходит счет, он платит. И до него даже не доходит, что он платит за то, чего у него нет. У него уже начало наезжать. Это что такое? Где этот номер, говорю? Потом он пошел. Они сказали, все, все, все. Последний раз еще один раз и закроем. А затем потом еще раза три выставляли эту сумму. Вообще, вот здесь вот так вот, знаете, если язык толком не знаешь, Ну, скажите, мы поскакали туда. А окажется то, что вот он вот эту сумму вставлял на один день. А это все равно училось, что он ее активировал. И все. Хоть он потом ее убрал. Потом на второй день пошел. Поехали. Они с глазом все зазвонили, все удалили. А у них разницы нету. Хоть ты один день попользовался, хоть ты полдня попользовался. Все. За месяц плату сразу берут. Или то за месяц у него была бы двадцать пять. Ну, там с какими-то скидками двадцать пять, да? Они, так как он растопким, ему по полной. Предъявили по полной. Тридцать семь, семьдесят. Ой, это что за обдираловка? Знаете, мы сказали, я ему такая говорю, мы тут пенсионеры. Можно, говорю, как-то вот это... Нет, а он даже и все равно говорит. Ну, он не спорит, он что-то говорит, говорит. Все равно, типа, симка активировалась, а это сразу автоматически включается. И вот, взяли, придется платить. Ну, какие дела. Везде подставы кругу. Думаю, я бы лучше на эту сумму себе что-нибудь купила. Хочу, честно говоря, покупать. Ну, не то, что нечего. Ее еще покупать. Ну, просто не к чему. Вот так завихериваешь на этих самых... На велосипедах. Вот, ну, ни дня не попользовались, ни дня не попользовались этим интернетом, да. Ну, сорок евро практически заплатить надо. Из одной глупости, что... А я... Хорошо, они мне же тоже симки сдали, но они сказали ее восемнадцатого числа вставить. А я, естественно, ее вставлять не буду заранее. Зачем? Ну, пока там все это с этим поговорила. И заранее пошла ее и сдала назад где-то числа шестнадцатого. Поэтому мне ничего не накапало. Ой, какие жесткие у них заходные. Те, которые вот только приезжают... Не дай бог мужья вот такие, как вот... Мои как бы не шарят вот в этом. Так что можешь не солоно хлебавшим, как это. Самое главное обидно. А, понимаешь, я месяц бы мы попользовались этим. Такие закорюки... Ну, вот какого черта они составляют договор на два года? С чего это? Тем более без нашего согласия мы ничего не знаем. Они, может быть, какое-то сообщение там пришлют? А он же вообще, наверное, эти сообщения не читает. Ну, все. На основании того, что сообщение прислали, отказ не пришел. Они все, договор автоматически продляют. Ну, вот тогда ты язык знаешь хорошо, конечно. Когда свои ждут там, все скажут, как, за чем. Наверное, когда не можешь... Ой, девочки. Ну, что самое интересное, вот вчера это сообщение прочитала. Я начала нервничать. Да, сразу настроение упало. Сразу так мне приятно. Вот настолько тяжело, что вот невозможно ничего сказать и невозможно ничего объяснить. И невозможно ничего предугадать. Хотя я вот каким-то задней мыслью чувствовала, что ему, пока он все не сделал, нельзя вставлять эту симку, да, в этот... А он вот... Ну, вот что ему скажешь. Я ему говорю, о, он все равно взял, просто так поставил, а видит, что все равно нету скорости. Взял и убрал утром. Все. Вот там зафиксировалось. Кофе там пока попили. Сегодня, знаете, на кофе пить без булочек. У них все нормально. Взяли по кофе и по стакану воды. Ну, там стоит специальный какой-то этот. Вот там холодная вода такая хорошая. Ну, там хоть сколько можно эту воду брать, но это для тех, кто кофе пьет. Прям в этом, в кафетерии, как бы, оно немножко, как бы, слегка ограждено там. Ну, там 2,8. Ну, 2 евро 80 центов, можно сказать так. Стоит стакан кофе. Ну, ты можешь брать второй, как бы, 2 стакана. Ну, это не для привлечения делают. Вот мы ходим. Ну, Пэка всегда пьет 2, а я 1. Ну, мы сегодня кофе с ним попили. Потом съели это, ой, водичку попили. Классно вообще. Оказывается, без булочки даже лучше. Мы с ним решили без булочки, потому что смеемся друг на другом, говорим. Животы уже как у беременных, к черту. Я говорю, особенно у Пэки. А он говорит, нет, у Волги. Короче, 2 животика. Вот я уже колбаску съела. Вот у меня здесь осталась моцарелла. Их, 2 маслинки. Всё. Но всё равно, я соль не добавлял, здесь солёная. Видимо, моцарелла, она не сильно солёная. А гижонки и соль. Мы солёная не кушаем, а мне солёная. Хотя салат можно было бы ещё, видите, вот ещё салат. Кристочек возьму зелёный. Потом рукаву съем оттуда, а остальное не буду что-то солёное. Вот рыбу сейчас попробую. Ой, что-то я так думала, что это будет килька-то вот. Ну, тейка или что-то маленькая рыбка. Она такая вкусная была. Завтра, если поедем или не поедем, я не знаю. Надо будет зайти в магазины. Девочки, мальчики, один мальчик написал комментарий. Вчера, ой, не вчера, когда я отвечала на комментарии, как раз вот новый комментарий, это вот написал кто-то, кажется, из мужчин. Мальчики, девочки, спасибо за комментарии. Там, ну-ка. Вот. Это, кажется, Светлана Цой, да, кажется? Света Цой. И, Светлана, написали вот Вы насчёт длины блузки, это самое, ну, я полностью с Вами согласна, что короткая блузка, она, естественно, это самое, ну, улучшает пропорции фигуры и всё такое прочее. Вот у меня Татьяна, кажется, пишет, да, Татьяна? Татьяна, привет. Можно книжки почитать, сканворды разгадать и рукоделием можно заниматься. Ну, книжки я уже давно не читаю. Ну, прекрасно понимаете, да? Сейчас всё, что хочешь, рассказы там или чё, можно это всё слушать в интернете. Зрение, зрение уже, даже если в очках, да, немножко буквально почитаешь и уже будет не очень. Потому что такое время сейчас, мы же вот сидим в этих Ютубах во всём этом, и зрение у каждого из нас всё равно слабое. Вот, сканворды, ну, я не люблю их. Я и раньше ими не занималась, и сейчас не хочу. Ну, а для чего? Ну, можно было там, там, типа, говорят, от Ацгеймера там или чё, но я вот почему-то не любитель. У меня вот доча, особенно старшая, ой, она любитель вот этого. Ну, я нет. Вот. А рукоделие тем более. Рукоделие, чё, вязание. Вязанием я в добрые-то времена, как говорится, когда зрение было хорошее, особо не занималась. Ну, вот даже если бы сейчас я бы начала вязать, я бы могла, там, носочки такой, но этого валом у нас. Мы вон каждый год ходим на вот эти рождественские обед, и каждый раз носки дарят, вот у меня там, опять он, у меня, у него куча носков вязаных. Поэтому вяза, ну, вот, а каким другим рукоделие? Что-то вышивать или что-то, ну, не знаю. Нет у меня, вот у меня, я вот занимаюсь, я смотрю YouTube. Вот моё увлечение, я всё читаю, ну, фильмы смотрю, рассказы иногда слушаю. Ну, естественно, вот эта политика, всё такое, всё мне надо знать, что проходит. Потому что я стала, практически не стала смотреть первый канал. Раньше я всегда смотрела «Россия-1», а потом чё-то вот не стала. Ну, охота всегда вот новости прямо вот такие, что вот, когда в YouTube говорят, они же говорят прямо вот-вот-вот последние новости. Ну, и как-то это самое, иногда говорят такое, что вот там нет. Если взять ветер, ну, сами понимаете, какой ветер, то там я тоже как-то вот слушаешь это, вот начинают они философствовать, что-то, иногда что-то доказывать. Ну, вот, ну, мне не охота этого как. Ну, вот как бы вот это не сейчас интересует, что-то там, вот в этой политике, что-то там Белоусов что-то сделал, как бастрыгает. Вот это мне гораздо интереснее. Поэтому я вот в YouTube постоянно. Ну, и различные вот эти вот, нравится мне смотреть эти забрушки там, туда-сюда, и вот так вот это. Время моё, как говорится. Ну, и постоянно есть, вот даже, когда я одна, тоскливо становится, но это не значит, я сижу и тоскую. Я, естественно, что-то делаю. То мне надо что-то подшить, то ушить, то перешить. То вот его рубашки, когда он носит, то там порвалось, там порвалось. Я, естественно, вот так вот, ой, вот это вот, астматический кашель постоянно запарил. Так что я не сижу, хоть я и что-то делаю, но, знаете, как говорит, духа, тоска вот эта сама по себе. Не так, что только сидишь и тоскуешь. Что-то делаешь, а оно вот комом сидит вот так вот. Но всё равно спасибо за комментарий. Вот написала Татьяна. «Привет, Оля! Вам всё к лицу, даже помолодели. Молодец, мне нравится. Носите, вы носите на здоровье, сами себя радуйтесь». Спасибо, Татьяна, за комментарий, за хороший, добрый комментарий. Ну, конечно, не всё, конечно, как говорится, к лицу. Ну, в любом случае, есть, конечно, люди, которым не к лицу. У каждого своё, как говорится, это самое. Ну, спасибо всё равно. Мне, например, то, что я купила, то, что я мерила, мне тоже нравится. Ну, кому-то, может, не нравится. Естественно, у нас у всех разные отношения к женскому весу, фигуре, к моде, там, это, туда-сюда. Ну, в общем, у каждого по-своему. Как есть, так оно есть, да? Не будем уже на этом, как говорится. Всем спасибо, конечно, за добрый комментарий. Я все читала, все-все-все читала. И в основном, ну, правильно, в основном мнение людей совпадает с моим мнением. Даже в выборе, как говорится, самого такого наряда, понравившегося. Вот. Такие тела. Сегодня, правда, была в том же магазине. Там опять увидела ту ничку. Ну, она, типа, немножко схожа на мои, но она немножко другая. Вот так в ней вырез просто, без этого, как бы, воротничка с лямочками. Как бы, вот такой просто вырез. Ну, мне понравился в нем рукав такой, да, и здесь, ну, вот этот, валанчик. И она чисто черная. Чисто черная. Чисто черная. Такая вот, знаешь. Ну, материя тоже, наверное, ну, мне кажется, на лен не похоже. Ну, вот что-то между льном и вот той материей, как у меня, как бы, у меня вискоза, как бы, такая классная ту ничка. Ну, я уже даже и мерить не стала, потому что по мне бы так, если бы у меня, например, была бы одна, я бы купила. Я бы купила. Мне она понравилась. Она и стоит сразу. Смотрю, 60 евро дороже. Классная. Мне вот этот рукав понравился. Представляете, рукав и вот с локтя и вот этот валанчик вокруг. Но сама она такая черная, без сета, а вот внизу точно так же, как на моей ту ничке. Это, кажется, вот так вот. Шикарная, черная. Ой, девочки, где наши молодые годы? Ой, была бы молодая. Там еще какая-то кое-какие мне понравились. Одна такая вот, ну, такая же, как моя вот эта вот ту ничка. Вторая такая, ну, белая с черными этими. Такой расцветки. Она вот здесь вообще все шикарно сделана. А внизу она, видите, вот так, как бы, получается с запахом и по фигуре. Вот у кого, у молодых, например, у кого хорошая попа, это вообще бы классно было. Супер. Ну, мне, конечно, с моим животом. Вот я говорю, куда наши годы делись, а? Ой, молодая была, я бы себе купила. Ой, была бы как это. Ну, это такая классная. В общем, ладно. Ладно вам мозга пудрить. Всем-всем всего самого наилучшего. И самое главное, всем-всем крепкого-крепкого здоровья. Пока. Пока.